А до нового 2021 года остается буквально несколько дней. Судя по вашим теплым отзывам, вам понравилось рассматривать модные витрины. Спасибо вам! Поэтому я решил показать вторую часть предрождественской модной прогулки, тем более, что в прошлый раз мы рассмотрели только небольшую часть бутиков и представленных в Париже брендов. Мы находимся на Вандомской площади перед самым входом в Палац Риц, который, я думаю, уже открыт. Это один из самых престижных отелей Парижа, где, кстати, долгое время жила Coco Chanel. Его недавно отреставрировали, и все легендарные номера открыты для постояльцев с тугим кошельком, с большими амбициями и открытыми визами. Ну, а я вас приглашаю только сфотографироваться с Мишкой и понаблюдать за стильными парижанками и парижанами. А меня зовут Дмитрий Самаль, и я дизайнер. Чтобы больше узнать про моду, стиль и дизайн, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Ансамбль этой шикарной площади завершает расположенная в ее центре Вандомская колонна. Она была установлена по приказу Наполеона в честь его победы под Аустерлицем. Для того, чтобы изготовить колонну, было приплавлено более тысячи русских и австрийских пушек, захваченных французами в легендарной битве. А очередь, которая выстроилась перед знаменитым отелем Ritz, не для того, чтобы забронировать номер за 1000 евро, а чтобы просто отведать горячего шоколада или пирожного. Цены здесь, конечно же, гораздо выше среднего, но как же всем хочется прикоснуться к роскоши и изыску. Чуть-чуть. Вы уж меня извините, но стоять в очереди как минимум час я не стал. Может быть, отведу эти лакомства в другой раз, а лучше я вам покажу, чем еще славится эта знаменитая площадь. А славится она, конечно же, именитыми ювелирными домами, которые предлагают дорогущие украшения в произведении искусства, которые очень часто существуют в единичном экземпляре. Сапфиры, изумруды, рубины, опалы. Вы готовы принять бриллиантовый душ? По мере возможности моего телефона я постараюсь показать эти микромиры. Первый дом – это бушхом. Основным источником вдохновения ювелиров этого бренда уже более 160 лет является природа и геометрия. Каждую витрину, а их около 10, ювелирный дом оформил в моноцветовой гамме. Какой шикарный и дорогой оттенок зеленого. Обыгрывается тема праздничного ужина. Мы видим тарелки, бокалы и, конечно же, праздничные украшения. Вообще новогоднее оформление витрин – удовольствие дорогое. При этом прогнозировать окупаемый затрат сложно. Город начинают украшать в ноябре, а убирают новогоднюю декорацию в конце февраля. Поэтому позволить себе такие инсталляции могут в основном магазины класса люкс. Листики плюща, а бриллианты – как капельки утренней росы. Главная особенность любого оформления витрины – это обратить на себя внимание и за 5 секунд уговорить человека зайти в магазин. Именно столько длится среднестатистический контакт прохожего с витриной магазина. Ювелирный дом Ван Клифф энд Ахпель. Своего рода от кутюр в ювелирном мастерстве. Один из первых обосновался на этой площади. Кстати, этот дом также предлагает изысканную парфюмерию. Как, например, эти духи «Ферст» – переиздание самого первого аромата марки. Где верхние ноты – бергамот, малина, мандарин, персик, черная смородина. Ноты сердца – гвоздика, жасмин, ландыш, нарцисс, орхидея. А базовые ноты – ваниль, дубовый мох, мед и мускус. Какой изысканный букет. А это колье использует принцип застежки молнии. Где, разумеется, можно регулировать диаметр колье. Никто, конечно, это делать не будет, но сам принцип, согласитесь, оригинальный. Четырехлистный клевер усыпанный бриллиантами. Упс! Это, видимо, клиентка, которая решила себе сделать приятное и очень дорогое удовольствие. У Шанель также есть подразделение изысканных ювелирных украшений и часов. Специалисты по визуальному мерчендайзингу оформили эту витрину поистине с эффектом вау. Какой шикарный и благородный камень на жемчужном колье. Сережки со львами. Царь зверей великолепно вписывается в ДНК бренда. А очень качественно сделанные молодые олени на снегу создают необычный масштаб этой витрине. Королевский ювелирный дом Шуме. Тема золота и черного бархата. Бриллиантовая корона с жемчугом. Вообще жемчуг всегда в моде. И существуют разные оттенки этого морского бриллианта. Модный дом Диор приглашает понаблюдать за звездами, планетами и сателлитами. Уже на протяжении 20 лет арт-директором отделения ювелирных украшений является Виктуар де Кастелян. Невероятно талантливый человек. Это огромная ответственность. У нее ни одного падения, только взлеты. Наверное, самый старый в мире часовой дом Бриге был основан в Париже. Среди знаменитых клиентов дома Наполеон Бонапарт, Мария Антонетта и российский император Александр I. И, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин три раза упомянул Бриге в своей знаменитой поэме Евгений Онегин. Пока не дремлющий Бригет не прозвонил ему обед. У компании Louis Vuitton появился новый арт-директор от жуалерии, Франческо Амфитеатров. Благодаря которой бренд полноправно займет место в этой эксклюзивной нише. Конечно же, обыгрывается тема монограммы LV. Какая из этих драгоценностей лучше подойдет под ваш характер? Ваше лицо? Ваши глаза? Ваше настроение? Ведь мечтать никто не запрещает. Кстати, как вам такая шторка? Из кожаных ромбиков, соединенных позолоченными кольцами. А здесь презентуарами послужили горные кристаллы. Как таинственно и сказочно. Булгари? Змеиное бриллиантовое колье и браслеты. А глазки из изумруда. Полированные изумруды в форме ягодок, воссозданных как букет цветов. В Азии эпохи романтизма. Просто будоражит воображение. Нет предела совершенству и креатива. Американский бренд Тиффани предпочел минималистичную подачу. Конечно, после всего, что мы увидели, не очень впечатляет. А мы перебираемся через Севу на левый берег, чтобы оказаться перед самым старейшим универмагом Парижа в любом марше. Открыто еще в 1852 году. Название переводится как «Удачная покупка». Съем бы нам так. Когда вы будете в Париже, его легко найти, так как у него очень парижский стиль. Изобилие металлических элементов. Ничего удивительного. Торговый центр был спроектирован Гюставом Эйфелем. Да-да, именно им, который позже прославился созданием Эйфелевой башни, которую знают все. Магазин был изначально задуман исключительно для женщин. И его особенностью был тот факт, что товар можно было потрогать руками и даже примерить одежду. Чего раньше никогда не было. Фиксированные цены, сезонные распродажи, заказ товаров через каталоги, доставка покупок на дом – это инновационная идея того времени. Для нас сейчас это обычное дело. Но тогда модным и состоятельным парижанкам это в разы облегчало жизнь, позволяло с удовольствием общаться. Очень похоже, что в будущем нам вообще ничего не придется мерить. Все будет виртуально и бесконтактно. Вот дизайнерам работа, надо что-то придумать. И здесь тоже развлечение для детишек. Такое мини-представление. Очень весело и динамично. Ну, конечно, это не может не понравиться. Как вам такие Тимберленды от Диор? Идея модной дырявости доведена до предела. Согреться в них, особенно в России, думаю, будет нереально. Существуют также в черном цвете. Зато можно комбинировать, например, с розовыми носочками. Но если только носить, не выходя из дворца в Барвихе. Селин. Мало кто знает, но логотип этого дома – это звено цепи, которое ограждает триумфальную арку. Владелица компании в 50-е годы как-то стояла в своем авто в парижской пробке напротив триумфальной арки. И, видимо, это значок после долгого созерцания. Запал ей в душу. Интересно, не правда ли? Париж, жизнь и мода – это такой замечательный симбиоз. Шанель – красно-оранжево-золотая гамма. А здесь мне понравилась надпись «Шанель» на железной пластине. Очень красиво. Матрасная сумочка, усеянная бисером. Перед нами скульптура очень известной и очень котируемой художницы из Японии – Юйокусама. Ее визитная карточка – это разноцветные точки и пятнышки, которыми усыпаны все ее творения. Очень нравится. Такие разноцветные, старомодные, почти как персидские ковры, мужские свитера – сейчас в моде. А эта мозаика сохранилась еще с 1876 года, когда здесь продавались дантель, то есть кружева, руйбан, бантики, ридо, шторы, туаль, ткани. Диор. Какие классные кроссовки. Как бы мне хотелось, чтобы у меня появились такие же. Старинные узкие улицы Парижа. И очень часто можно встретить вот такие же мчужины, как этот магазин «Кен Окада». Это японский бренд. Витрина очень необычная, как будто оказываешься в полупрозрачном, таинственном мире из органзе и тюля. Витрина пещера со снежными существами. Удачное оформление. Как вам такая рубашка с пуговками наискосок? Очень оригинально. Я искренне считаю, что автобусные остановки, так же, как и модные аксессуары, заслуживают особого внимания. Ни в одном другом городе я не видел настолько дизайнерской, настолько хорошо вписанной в городской ландшафт и настолько продуманной автобусной остановки. Вот такая двойная скамейка, разделенная стеклом. И все это под большой зелено-синей крышей. Информационный щит. Где мы находимся? В данном случае бульвар Сан-Жермен. Это левый берег. Обратите внимание на звание «Бюс». Под ней стилизованная улыбка. Очень дружелюбно. На внутренней части информационного щита схемы маршрутов автобусов, а так же зарядное устройство для телефона. Очень удобно. Сам иногда пользуюсь. Информационное табло. Через сколько времени приезжает автобус? Например, номер 63 через одну минуту, и следующий через треть. А вот, кстати, уже и он. Вот такая остановка. Стоимость билетика 1 евро 80 центов. Сейчас все, конечно же, бесконтактно. Используется карточка Navigoo, которая, кстати, спроектирована Филиппом Старком, одним из моих кумиров. Лично я редко пользуюсь автобусами и предпочитаю велосипед. А мы возвращаемся к нашему обзору. Компания Этру. Танцы до упада. Клянцевая сумочка с пегасом. На пряжке. Опять мишки. Здесь они, правда, спят. Ну, или мечтают. Модный магазин Ralph Lauren, в котором находится одноименный ресторан. Где можно взять кофе на вынос? Вот из такого винтажного фургончика Citroen. Который был очень популярен в 60-е годы. А за рулем мишка Ralph Lauren. Конечно же, в маске. Антиковид. Эмилио Куччи. Давно не встречалась эта марка. Помните нашу прогулку по Капри? Вот оттуда родом этот бренд. Обязательно посмотрите мое видео. Приятно вернуться в лето. Как было здорово, что между двумя волнами ковида удалось туда съездить. А как вам эта отменная идея? Разноцветный каблук и милио Куччи на черных сапогах. Как гениально очевидно. Можно носить в тандеме с такой сумкой. Или пуховиком. Очень элегантно. Свежо, я бы сказал, актуально. Гермес. Думаю, в представлении не нуждается. Очень странно, но в России многие называют эту марку Эрмэ. Хотя правильно она произносится Эрмес. Это правда, что во многих словах, во французском, последняя буква не произносится. Особенно, если она согласна. Но Эрмес это исключение. Здесь витрины очень концептуальны. Вот такой стилизованный снеговик, замок с петардами и часами. На которой, кстати, полночь. А здесь сумасшедшая девочка с петардами в косичках. С новой туалетной водой и шелковой шалью. Моноглазный инопланетянин в Кашне. Перед магазином оркестр. Видимо, проплаченной маркой. Потому что куда бросить монетку, я не нашел. Ой, мастерская очков. Не могу не остановиться. Тем более, очки, видимо, очень качественные. Вот и сама мастерская. Все делается вручную. Единственный недостаток, на мой взгляд, это дизайн. Слишком классический. Кстати, очки моего бренда, Дмитрий Самаль, также делаются вручную. И во Франции. В стране моды и люкса на абсолютно таких же станках. Как вам эти изображения, которые читаются в кованых элементах лестницы? Ничего не напоминают? А мы продолжаем нашу модную прогулку. Кафе Де Магу, наравне с Кафе Де Флёр. Очень известное заведение. Здесь традиционно собиралась интеллектуальная элита Парижа. Эрнест Хемингуэй, Пол Сартер, Сюрреалисты, а также Симона Де Буар. Заведение решило привлечь прохожих мишками, которым повезло больше, чем парижанам. И они имеют право устраивать посиделки в кафе. Армани. Очень просто и лаконично. Такого рода столики из елочных игрушек. Сумочка заслуживает особого внимания. Геометрия. Ну а где Армани, там и Версачи. Это своего рода антиподы. Эпатажный итальянский бренд, очень вычурный, ничуть не минималистичен. Обрубленный носок в пасоножках – это тренд. Как в детском стихотворении Ринаты Мухи, известны из истории различные примеры, что кроме чувства юмора, полезно чувство меры. С паттерном питона и с обилием позолоченной фурнитуры. Символ змеи очень часто встречается в Париже. Вот, например, как эта дверная ручка. Обожаю! Известный кондитерский дом Le Dure славится французским изобретением Nacaron. Очень легкое, воздушное миндальное пирожное на любой цвет и вкус. Лично мне больше нравятся фисташковые. А вам? Сейчас многие кондитеры освоили изготовление этой сладости и попробовать макарон уже можно там, где вы живете. А раньше только в Париже. Вообще, тема сладостей, и особенно на предновогодних, очень важна здесь. Ведь хорошо и вкусно поесть для французов так же важно, как и хорошо принарядиться. Ну и кое-что еще. Так вот, на Рождество готовят бюш для нескольких персон, ну или бюшет, как одна порция. Переводится, как полено или бревнышко. Получается такой рулет из бисквитного теста. С масляным кремом, со вкусом клубники, кофе, ванили, фисташек, шоколада. А вариаций может быть миллион. А это более бюджетные варианты. Форма здесь, конечно же, менее изысканная, но по вкусу очень даже хорошо. Поэтому похудеть на Рождество, ну никак не получится. Французские цветочные лавки. Это очень красиво. Если вам интересно, могу рассказать об этом в одном из следующих видео. К Рождественскому столу предлагают тюльпаны, хризантемы и, конечно же, розы. Букеты могут со вкусом украсить праздничными декоративными элементами. На дворе уже вечер. И напоследок хочу вам показать интерьер второго по посещаемости места в Париже после Эйфелевой башни. Это галерия Ле Файет. Я хоть и на велосипеде, но тоже застрял в пробке. На улице толпы народа и автомобилей. Давайте воспользуемся возможностью и понаблюдаем за парижанами. Кепка в стиле Шанель. Возможно, это Шанель и есть. А вот мы уже внутри. Перед самым входом композиция из самых интересных товаров и рождественских украшений. А также идея подарков. Конечно же, Шанель. Куда же без нее. Золотое оформление выгодно подчеркивает белую сумку и наряды. Вот такие гирлянды по кругу. А в центре новогодняя елка, парящая под куполом. Опять Шанель. На этот раз парфюмерные бутики. Само здание с 1893 года. Обратите внимание на перила балконов и цветочные декорации. Каждый час елку и купол анимируют, превращая галерий Лафаэт в праздничную сказку. А я тоже, мои дорогие, желаю вам сказочно встретить Новый год и провести старый 2020. Удачи, успехов и красоты. А я с вами встречусь уже в новом 2021 году. С новыми интересными видео. Счастья вам! Чао!